привет парни привет девчата хотя мне больше хочется сказать привет мужчины и привет женщины так как я посмотрел статистику просмотров этих видеороликов на тему о плоской земле о плоском мире о том где живут богатые и счастливые люди да оказалось что эти видеоролики смотрят люди зрелого возраста практически мои ровесники поэтому вам привет всем вам респект и уважуха сегодня у меня такой неочередной видеоролик потому что меня немножко бомбанула как говорят молодые современные блогеры бомбанула от комментариев некоторых там хейтеров и говорят да которые которые пишут такие прикольные комментарии как говорится по относительно моих видеороликов и мне хотелось сегодня именно ответить тем людям которые хотели бы знать больше о физическом состоянии плоского мира и я сегодня хочу сделать это ударение на эту формулировку плоский мир то есть мне хотелось убрать из этого противоречия чтобы не было понятие как мы известны широко нам то но забито в наше сознание понятие планеты земля и планета земля шарообразная земля соответственно когда мы говорим плоская земля у нас все равно в нашей нашем сознании всплывает образ шарообразной земли так вот я бы хотел от этого от этой надписи такой плоская земля от такого лейбла убрать этот лейбл поставить лейбл плоский мир он больше будет независим и благодаря этой независимости мы увидим картину этого мира более ясно и более четко и сегодня будет видеоролик маленький короткий потому что мне хотелось продемонстрировать вам как физическом мире материальном мире применяются принципы о которых я говорил принципы плоского мира на физическом на физической карте нашего и нашей жизни сегодня эта физическая карта представлена самым ярким представителем который следует принципом плоского мира таким представителем является у нас вот город нью-йорк но я сейчас буду картинки вам вставлю здесь сюда картинка нью-йорка и вы увидите что это картинка google google maps google карты да которые которые нам широко известны и и в этих картинках очень и очень хорошо виден принцип плоской плоского мира да какой принцип плоского мира я рассказывал вам предыдущих видеороликах а принцип был о прямолинейности движения прямолинейности направления вашего движения всегда прямолинейное движение которое не имеет обратного хода скажем так что вы прямо движетесь всегда и не имеете обратного хода так вот когда мы смотрим на карту города нью-йорк то мы видим что что мы видим что все улицы все все улицы там построены по принципу прямолинейности прямолинейные улицы прямо и перпендикулярно говорится построен эти улицы вот это принцип прямолинейного движения в плоском мире и когда вы смотрите видеоролик о том что богатый живет в плоском мире так вот где живут богатые люди богатые люди живут на манхэттене да так вот яркий пример такого принципа в соблюдении принципа плоского мира одного из принципов плоского мира это прямолинейное движение и его физическое воплощение на материальном пространстве понимаете то есть вот пожалуйста найдите такие же подтверждения дальше созданию прямолинейного движения которое затем приводит вас к успеху такое же прямолинейное направление имеется между городами востоком и западом соединенных штатов да там калифорнии лос-анджелес связан с нью-йорком практически прямой прямой трассы да а если вы откройте другие карты воздушного сообщения то там вообще у вас просто глаза разбегутся что они самолеты в развитом западном мире да является как у нас автобусами да как вот что он сейчас поставит в нашей стране нашей стране что поставит только метро которое связывает прямолинейными применение направления если посмотреть на карту москвы в том же google maps да то мы увидим что москва у нас не то что не прямолинейная практически полностью запутанный клубок одни только транспортные кольца чего стоит поэтому вот этот принцип очень ярко отображается именно физического состояния мира плоского их следование этому принципу вот в америке принцип плоского мира очень хорошо используется поэтому друзья в частности в вашей жизни допустим в частности вашей жизни точно такой же принцип соблюдать и принцип прямолинейности смотрите на нью-йорк на манхэттен смотрите видите что там прямолинейность используется то есть я также стараюсь в это в эти принципы соблюдать хотя они мне очень сложно тоже даются поэтому друзья спасибо за внимание я сегодня этим видеороликом хотел ответить людям которые ищут физические доказательств существования плоской плоской земли как они называют а я это называю плоским миром потому что частью плоского мира является физическое состояние земли частью плоского мира то есть когда вы говорите плоская земля вы думаете что сама плоская земля сама сама почва то есть да сама некая твердыня является основанием нет ребята нет ни в коем случае вы должны говорить о плоском мире как как целостное едином состоянии которым присутствует ваши сознательные реальные действия соблюдения принципа плоского мира и нам также следует исповедовать эти принципы менять менять свои подходы к своей повседневной жизни к своей финансовой жизни хозяйственной личной жизни и так далее использовать обязательно эти принципы плоского мира поэтому всем вам пока не забывайте Продолжение следует...